Всем привет, с вами Олег с канала Бередлаб. Работаем с карцами, смотрим как раз погода на ближайшие дни и делаем выводы катаклизмов. Начинаем с Ближнего Востока, смотрим, вдохе потеплело, плюс 29, за счет чего? За счет вот потоков вот здесь южного воздуха, которые идут также в Ирак, Кувейт прогревает, вот сюда вот Сирию и даже восточную Турцию. И в принципе потом они же вот сюда выходят в Черное море, где сливаются с потоками, с Каспийского моря. С чем это связано? С двумя циклонами, вот видно здесь, который находится к западу, между Кипром и Алеппо, и другой циклон, который находится непосредственно в Черном море, вот они выкачивают это тепло. С другой стороны, смотрите, Раздан 81 из Рали пишет, спасибо за обзор, Алекс, у нас днем было облачно, но без дождей, к вечеру похолодало и ветер холодный. Да, у вас ветер холодный, потому что вот за этим циклоном здесь идет такая вот прохладца, видно, да, вот отсюда с Румынии, если продолжат линию через Стамбул, Конью, но Кипр, он в море находится, поэтому у него не так заметно, хотя если присмотреться, здесь тоже в горной части можно увидеть похолодание, и затем к вам вот так вот заходит. Смотрим теперь, в Север Африке тоже стало попрохладнее, да, смотрите, здесь уже от 20 градусов даже и речи-то нет, ну, может, давайте время посмотрим, а, ну, это просто утро еще, да, но если посмотреть время, ну, где-то 20-23 градуса, вот так вот, ну, здесь Марокко, Алжир вроде бы еще попрохладнее. Высокое давление установилось над Испанией, ну, тепла особо нет, мы видим на Севере плюс 13, в Мадриде плюс 14, в Андорре плюс 1, ну, тепло в Мурсии, юго-восточной Испании. А вот Англия подогревается все еще потоками такого теплого воздуха, также достается Франции, Германии, тепло, да, даже вот до Праги доходит плюс 7, Дания, смотрите, Копенгаген плюс 8, Стокгольм греется. Ну, на этом все, начиная вот все, что восточная Варшава, здесь мы видим уже идет такой более прохладный воздух и где-то минусовые температуры, ну, не сильные минусовые, 0, минус 1, но присутствует. Восточная же Украина пока радуется теплу, который приходит со Средней Азии, с Каспи, в Харькове плюс 5, Кривой Рог плюс 7, а вот в Киеве плюс 1. А также пока тепло в Воронеже, вот видно, даже в Брянске около нуля, но видно, что перепад большой, смотрите, Брянск 0, а Смоленск, который вроде бы рядом находится, там минус 4 градуса. Вот Светлана Светикова из Ростова-на-Дону пишет, ну, все у нас, как обычно, погода чисто ростовская, доброго дня. Да, у вас плюс 8, а вот в Краснодаре, чуть южнее, так вообще плюс 13, прекрасная погода стоит. Что вот мне понравилось, на что я обратил внимание, значит, вот Олег Миленин пишет, что неизвестная причина установления снежного покрова больше 20 сантиметров в Белоруссии на западе России. И он напоминает здесь как раз Смоленск, где толщина снежного покрова 24,8 сантиметра, почти 25 сантиметров, четверть метра. Ну вот такого снежного покрова нет в радиусе 2000 километров. И он считает, что природа не случайно избирательно защищает поверхность. Именно Беларусь по одной версии станет центром скандинавского антициклона, который заморозит всю Европу в начале декабря. О, слышите, о чем? Речь-то уже ведут о том, что Европа будет заморожена все-таки. Олег Миленин. Так что вот такой, это возможен тоже расклад по мнению Олега Миленина. Можете поделиться своими взглядами на данный вопрос. Ну вот сейчас мы видим, если по северу пройти, то мороз, он находится, Архангельск минус 10, Петрозаводск минус 6, Санкт-Петербург минус 4, потом Новгород минус 6, Москва минус 6, Нижний Новгород минус 10, Казань минус 5. Вот все, что и уго-западнее, там более-менее так тепло сейчас. А вот все, что восточнее, уже такой более серьезный холодок. Особенно на Урале мы видим, Ксерово-Болге минус 20, Челябинск минус 18, а вот Оренбург пока минус 1. Опять же, подогревается за счет вот этого теплого воздуха из Туркменистана. А также подогревается и Кавказ за счет этих процессов. Вот что пишет нам Ольга Морозова. Спасибо за обзор, у нас на Кавказе плюс 20, безоблачно и безветренно, лучшие осенние деньки. Правда, что из всех съезобных птичек самый вкусный у меня числится казахстанский дикий фазанчик. А фантастическое дикое мясо с яблоками намного вкуснее североамериканских новогодних жирных индейок. А шотландских птичек для вас у нас с продажи нет. У нас на Кавказе все беспородистые. Ну, видите, как вы говорите с точки зрения гурмана. Вот именно такой подход интересный к птичкам. Ладно, мы продолжаем дальше. Давайте теперь перейдем. Ну, в Средней Азии давайте рассмотрим. Здесь Ашхабад 16, Ашхабад плюс 14, чуть-чуть упали. Температуры Душанбе плюс 14, Ашхабад плюс 9, Бишкек плюс 6. Ну, вот за счет этого циклота, который находится в Восточном Казахстане, какие-то капли тепла все-таки доходят до Восточного Казахстана. Видим, на Балхаша плюс 2, да. Хотя в Астане, смотрите, минус 11, а в Кокшатау минус 16. В Павлодаре минус 13, да. Уже совсем другой расклад. Довольно холодно тоже. В Томске минус 24, в Новосибирске минус 21, в Барнаул минус 15. Но вот как-то здесь еще держится Абакан из последних сил, всего лишь минус 9. То есть не ушел туда вот настоящий мороз. Хотя мы видим, что вот со стороны Северной Сибири здесь уже встал антициклон. Он находится к западу от города Ноябрьск, Сургута, чуть выше, чуть южнее Нового Оренгоя. И что тут интересного говорят, что оттуда морозы пойдут на юг Сибири как раз. И уже сегодня в Алтайском краю утром было минус 32. А в ближайшие, в Хантамансийском автономном округе, Ямало-Ненецком и Красноярском крае минус 40, минус 45 ожидается. Вот видите, какой расклад-то пошел. Очень и очень все серьезно. То есть говорить о том, что планета сейчас лишена холода, это полная глупость. Так, давайте посмотрим, что об этом говорят нам жители Сибири. Вот Алексей Покровский пишет. Алекс, спасибо, из Иркутска он пишет. Здесь сейчас минус 17 градусов. Старички рассказывают, что в 1965-68 годах зима начиналась так же. Было минус 45-50 морозов в дневное время. Тоже говорят, зима будет лютая. Ну и приметы от них. Если туча разогнала и появились перистые облака, то ждили смены погоды в ближайшие дни или похолодания. Что сейчас у нас и происходит. Ночью припорошило снежком на 2-3 см. Днем прояснило и появились красивые перистые облака. Сверяемся с старожилами. Заодно и проверим. Пока все сходится. Но видите, природа как-то укрывает снежком. Даже возвращаясь к снегу в Смоленске, в Беларуси. Видите, как-то все-таки заботится. И у вас хотя бы 3 см, но подбросило чуть-чуть. Потому что у вас самый жесткий антициклон. Вот он здесь. Тут уже в городе Тура. Днем минус 40. Серьезные такие температуры. Ну и в целом, если говорить про планету. Смотрите, Егор из Ленинградской области делится, что в Перу альпаки у местных гибнут от холода и голода. И вот эти перебросы, которые сейчас холода. Сейчас мы увидим, что в Северной Америке немножко потеплело. Сейчас холод пошел в сторону Азии. А потом раз, он повернется и обратно пойдет в сторону Америки. Но в итоге и там, и там потихонечку подмораживает. В Якутии, в Жиганске уже минус 43. В самом Якутске минус 37. Хандага минус 42. Но тоже довольно-таки холодно. Согласитесь. В Магадане минус 26. В Анадаре чуть теплее. Здесь минус 11. Здесь за счет все-таки циклонических процессов гораздо теплее. Так же, как и на Камчатке. Видно, что сюда за счет циклонов заносится еще теплый воздух. Южно-Сахалинский минус 1. Прогрелось. Приморье. Уссурийский плюс 2. То есть прямо у Тепеля. Хабаровск минус 5. Комсомольский минус 9. А вот здесь со стороны Монголии наоборот. Здесь идет холод в сторону Китая. Мы видим, что потихонечку замораживается Китай. И вот соединяется вот здесь вот с Тибетом. С морозным центром на Тибете. И прохладнее становится. Здесь так ламакание. Уже здесь плюс 8. На севере так вообще ноль. Видно, что потихонечку начинается проморозка. Снижается температура в Афганистане. В Пакистане тоже. Но побережье пока здесь тепло. Так же, как в Юго-Восточной Азии. Ну что, давайте посмотрим Австралию. Здесь также сохраняется. Здесь как и на Юго-Западе, так и на Юго-Востоке. У нас сохраняется прохлада. Пока что только жара захватывает центральные части Австралии. Но скоро лето у них начнется там прижарить, распалиться пустыня. В Новой Зеландии стало чуть-чуть тоже потеплее. Вот не такие мощные перепады. Далее идем мы на Аляску и здесь смотрим Фэрбэнкс минус 13. Анкорич минус 4. На севере уже гораздо холоднее. Здесь вот дохлая лошадь минус 21. Так, ну теперь смотрим Канаду. В Канаде, видите, исчезли морозы. Здесь в южных провинциях. Так вообще здесь плюсовые температуры. Вот Форт Макмирей, допустим, да, Принц Джордж плюс 1. В Калгари так вообще плюс 7. Представляете, прям настоящий отепель. Причем видно, что это не связано никак с южными штатами. То есть это все локально. Вот здесь вот Калгари, Монтана, вот здесь вот Северная Дакота. То есть какие-то локальные процессы. Потому что на западе здесь тоже горные гряжи, где, в общем-то, минусовые температуры. И морозы ушли далеко на север. То есть они как раз, эти морозы сейчас падают через полюс в сторону Сибири. И приведут к тому, что в Сибири будут суровые выходные. Поэтому приготовьтесь и будьте осторожны. Теплеет у нас и в Штатах, в районе Великих озер. Горо потеплело на юго-востоке, в Мексику заходит холод. Затем в Южной Америке у нас здесь прохлада на самом юге Чили. Ну, кстати, обратите внимание и в горных системах. Да, вот здесь тоже довольно-таки прохладные. И в таких, в довольно-таки низких широтах, близко к экватору. Да, вот Куско, смотрите, всего плюс 7. Здесь Эль-Альто плюс 7. Конечно, понимаешь, тут горные районы, но все равно. Но на равнинах потихонечку лето приходит. Да, в Буэнос-Айресе минус 21, плюс 21. Юго-восточная Африка. Здесь вот какая-то прохлада тоже сюда заходит. А так, в общем, нормальная здесь погода. 30-35 градусов. Ну, то же самое, прям под Сахарой. Примерно каждый день одно и то же. Так, давай теперь смотреть, что у нас будет в ближайшие дни. Да, вот Ольга Шаламова пропустила комментарий. Алекс, добрый день. Были в Оклахоме на выходных, попали на морозные дни. Ветер там всегда ледяной и такой пронизывающий, что на улицу выходить не хочется. Сейчас мы в Колорадо. Сегодня было в городе Колорадо Спрингс минус 7. Ветер ледяной, а завтра уже по прогнозу плюс 11. Я тут впервые, будто в России оказалось. Природа похожа и погода напоминает наш октябрь-ноябрь. Пасмурно, хмуро и холодно. Но видите, какая погода в Штатах тоже не сахар. Не сахар, как говорится. То есть те люди, которые думают, что я поеду в Штаты и не смотрят, куда они едут. Допустим, могут поехать в Северную Дакоту или в Монтану, где там будет зима гораздо суровее, чем в Сибири. Хотя по температурам там не так. Минус 30, минус 40 будет. Но сильный ветер, влажность. Там могут играть резкие перепады температур. То есть один день там может быть минус 30, на другой день плюс 3. А потом опять минус 30. Вот такие вот дела. Ладно, давайте теперь смотреть, что будет ночью. А ночью вот этот холодок по этой линии, смотрите, через Беларусь, Западную Украину, Румынию, дойдет чуть ли не до Греции и чуть ли не до Триотического моря. За счет чего? За счет опять расположения циклонов. То есть он заходит сюда, вслед этому циклону, центр которого близок к Сочи. Вот за счет Каспии и Средней Азии, Юг России и Восточной Украины подогревается даже ночью. Зато смотрите, что происходит с Казахстаном. На северный Казахстан просто обрушивается мороз. Смотрите, какие температуры. Минус 27, минус 26, минус 23. То есть Казахстан, жди серьезное похолодание сегодня ночью. То есть будьте тоже осторожны, потому что люди могут одеваться очень легко на работу, допустим, в ночную смену. А утром выйдут и там минус 30 градусов. Этот день будет в Штатах. Здесь мы видим, что прогреются практически все Штаты. За исключением крайнего здесь северо-востока и скалистых гор. Ну там просто высота играет роль. Давайте посмотрим завтра, какие процессы будут. Ну это ночь будет США, здесь до Мексики дойдет, здесь по западным штатам, по хребтам морозец. Да, тут вот интересно, где-то посередине вот такая вот морозная полоса вдоль широт, как раз близка к разделу между северными и южными штатами. А это день завтра. Видно, что плюсовые температуры, в общем-то, не посетят Прибалтику большая часть Белоруссии. И вот будет где-то по 55 широте располагаться. В южных регионах, в общем-то, будет пока что тепло, опять же, за счет потоков из Юго-Восточной Азии. То есть, прошлую зиму эти потоки со стороны Индийского океана, они шли сюда, в сторону Сибири. Сейчас мы видим, что потоки обратно, и завтра уже будет довольно-таки холодный, просто леденящий, ужасающий день. Ну, пока что это в Западной и Южной Сибири, но потом и в Довосточной тоже все это дойдет. А с Урала сюда, в Восточную Европу, небольшое такое проникновение, но если оно есть, то в сторону Ладожского озера. Давайте посмотрим 4 декабря, что здесь будет. Здесь, знаете, мощный, мощнейший утепель со стороны Сибири и океана, со стороны Таймыра идет. И через Ямал, вот она проходит до Казахстана практически. Мороз сегментируется, но обратите внимание, он идет до Казахстана. И вот то, что писали ребята, как раз обрушение происходит, мороза резко на Европу. Смотрите, даже Франция здесь замораживается. То есть, для 4 декабря это очень рано. Этот процесс заморозки рано. Но вот со стороны Каспия, юг здесь так и подогревается. Смотрите, также полоса, даже сюда выходит со стороны Черного моря, на Румынии, Болгарию. Хорошо прогревается. Но с другой стороны, обратите внимание, на Среднюю Азию она вся заморожена. И в Казахстане серьезные такие морозы останавливаются. Ну и так же, как и в восточных регионах Китая приходят морозы. Да, вот это Акламакан замораживается. Ну давайте посмотрим, что у нас в Штатах. А здесь, в общем-то, опять потепление. Мороз пока отступает. Вот здесь он в Канаде срезотачивается. Ну надолго ли спрашивается? То есть, видно, что он там консолидируется. То есть, он как бы время не теряет. Давайте теперь посмотрим, где у нас какие циклонические процессы. Это Аляска, Западная Канада. Это, кстати, Юго-Восток США. Обратите внимание, вообще по Востоку здесь не погода. В Техасе тоже не погода. Здесь циклон у нас к западу от Италии. У нас циклон в Турции находится. Да, влияет на погоду на Ближнем Востоке. Через Украину проходит полоса дождя. И, кстати, вот на Алтае. На Алтае довольно-таки большое количество снегопада. И в Приморье. В Приморье здесь тоже циклон, который вызвал потепление. Давайте посмотрим на окопление дождя, где произойдет в ближайшие 5 дней. Это Западная Канада. Юго-Восток США. У нас Средиземноморье. Много, да, вот Причерноморье. Турция. Чуть-чуть совсем вот здесь вот в Восточной Европе. И побережье Тихого океана. Ну, я думаю, что со снегом примерно такая же ситуация. Ну, вот больше снега здесь в Восточной Европе выпадает. Опять же, Беларусь. Да, вот это вот пятно. Видно, что в ближайшие 5 дней там опять продолжится засыпать снегом. Это Тихий океан. Здесь дает чуть-чуть, кстати, Северный океан тоже. Вот здесь можно увидеть. Ну, и Канада. Канада, Гренландия. Вот где основные снегопады произойдут. Ну, а с вами был Алекс, канал Берид Лабжи. Отличного прожения! Ну, а с вами был Игорь Негода.